Добро пожаловать на пересадочную станцию. И сегодня нас снова ждет мир Схрона. Александр Шишковчук, Схрон. Дневник выживальщика. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Если ты тоже хочешь попасть в этот список, получить уникальный значок возле своего ника, специальные модди, получить доступ ко всем путешествиям пересадочной станции в аудиоформате, а также раньше всех остальных прослушивать ролики, то нажимай на кнопку «Спонсировать» или переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Девушки отдыхают. «О, мой гад!» Свет угас. С ужасом открыл глаза и обернулся. Страшная картина заставила оцепенеть, в то же время притягивая своей мощью. Ядерные грибы безжалостно растут в стратосферу, окончательно разрушая мою искреннюю веру в человечество. «Чё ты разлёгся, дебил?» Мысленно крикнул я. «Сейчас придёт ударная волна!» «Чёрт!» Подскочив, я ринулся к спасительно распахнутой двери схрона. «Казалось, что бегу медленно, как во сне, когда за тобой гонится кошмарное чудовище». Уже на самом пороге мощная оплюха сбила с ног, кубарем влетел в прихожую. Следом ворвался самый чудовищный звук, что я слышал в своей жизни. Будто жестокие боги раздирают на части само мироздание. Прячу лицо от горячего шквала, схватил за ручку двери и захлопнул. Жесть! Я сел прямо на коврик. Пол и стены ощутимо потряхивает. Вот он, блять, большой пиздец. Дождался-таки. Но никакой радости, естественно, не испытывал. Родного города больше нет. Приятели, с кем бухал, девушки, которых трахал. Вообще все, кого я знал, превратились в плазму. И, скорее всего, отрубился интернет. Сняв ботинки, прошел в комнату и включил комп. Спокойно, Саня, спокойно. Гребаный в Windows загружался минут пять. Конечно, я не рассчитываю поймать сигнал, да и спутниковую антенну, спрятанную в кроне сосны, могло сорвать. Просто надо себя чем-то занять. Может, это локальный, а не большой пиздец? Пока я загружался, комп сходил до холодильника. Наплескал полную кружку из запотевшей бутылки, замахнул, не чувствуя вкуса. Налил еще и, прихватив пакет апельсинового сока, вернулся в комнату. Ништяк. А я уж опасался, что глючный продукт Билла Гейтса накроется от электромагнитного удара. Да не. Толща земли, суровые железобетонные стены и перекрытия надежно защитили от этой напасти. Так, сигнала нет, как я и предполагал. Надо проверить антенну, но от мысли о выходе на поверхность меня затрясло. Отхлебнул от кружки. Есть же еще радио. Точно. Я принялся крутить настройки древнего лампового приемника из 50-х годов. Агрегат в два раза больше моего компа. Никакое миму не страшно. Долго искал такой на авито. Черт. Безобразный хаос помех на всех частотах. Такой же царит в голове. Никак не могу сосредоточиться. Это случилось, блин. Все это гребаная правда. Усилием воли и добрым глотком пшеничной я остановил разгорающееся пламя панической атаки. Фигня. Все фигня. Главное, я жив. Так, нужно чем-то заняться, а не тупо пялиться в экран. Провести ревизию. Да. Трясло, будь здоров, надо посмотреть, нет ли трещин. Стены гостиной обшиты вагонкой, под ней утеплитель. Тут я ничего не увижу. А вот потолок. Его не успел зашить, хотя материалы остались. Хотел сделать натяжной, а то эти щербатые плиты смотрятся не очень эстетично. Замешав водку соком 50 на 50, я отправился в прогулку по всем помещениям. Доскональный осмотр показал отсутствие разрушений. Ништяк. Настроение заметно улучшилось. Затем я проверил электросистему, систему вентиляции и каналью. Тоже в норме. Но все же решил спуститься вниз и осмотреть канализационную трубу полностью. Дело в том, что под перекрытием нижнего уровня имелись карстовые пустоты. Я лазил туда во время строительства, но полностью не исследовал. Естественный колодец метров 30 глубиной выходит в широкий коридор, заросший красивыми сталактитами. По дну пещеры бежит речушка. Именно туда я вывел трубу, чтобы природный поток уносил мои фекалии в недра земли. Сходив за налобным фонариком, проверил батарейки. Потом, вспомнив, что в пещере довольно грязно, решил переодеться в рабочие шмотки. Еще прихватил инструмент, хомуты и прокладки на всякий случай. Ах да, и тряпичные перчатки с пупырышками. Чуть не забыл, блин. Ну, с богом. Открыв люк, я заглянул в темный провал и свистнул. Эхо прикольно заиграло в глубине. А может, отложить это дело? Я же не совсем трезв. А, впрочем, ладно. Жизнеобеспечение схрона превыше всего. Буду спускаться осторожненько. В этот момент подвижная черная тень метнулась прямо из тьмы. Блин! Я заорал, чуть не свалившись, колодец. Но это всего лишь летучая мышь. Перепончатая тварь заметалась по комнате. Как теперь ее ловить? Не стрелять же из револьвера. Ладно. Это все потом. Надо идти. Вообще спуск не представлял особых сложностей, несмотря на большую глубину. Выступы и полочки позволяют надежно ставить руки и ноги. В некоторых местах, конечно, отвес, но там я с помощью анкеров присобачил удобные скобы в свое время. Спускаюсь, насвистываю мелодию зубить Билла, не забывая внимательно осматривать покрытые влажным конденсатом трубы. Заебок, как бы сказал Вован. Блин. Совсем ведь забыл про него. Надеюсь, с ним все нормально. Пообещав себе проведать друга, я сосредоточился на ревизии. Если труба лопнет в колодце, будет, мягко говоря, не очень хорошо. Потому что в том же месте насос качает воду для питья и прочих нужд. А выход канали я сделал метров на 20 ниже по течению. Конечно, подземная река – настоящий подарок судьбы. Ведь устройство скважины встало бы в копеечку, да и не проедет ни одна бурилка в дебре карельских лесов. Пришлось бы собирать какой-то механизм на месте, короче, геморр полный. А сколько пришлось бы копать, чтобы уложить сточную трубу, утеплять ее, рыть септик. Это могло серьезно повлиять на маскировку и скрытность схрона. Спустившись, я прошел вдоль трубы, и от сердца отлегло. Все целехонько. Жирчание речушки приятно успокаивает расшатанные нервы. Тишина и покой. Только летучие мыши на стенах пищат, растревоженные незваным гостем. «Хозяином», — поправил я себя. «Теперь это мое царство, а мыши пусть боятся. Может, придется потом их есть, когда закончатся припасы». Невесело ухмыльнулся я. «Но до этого еще далеко. Уверен, запасы продовольствия удастся пополнить охотой и рыбалкой». Я закурил с интересом, отметив, что дым уносит воздушным потоком. «Где-то есть выход на поверхность. Куда же ведут эти подземелья?» Я прошел немного по коридору. «А может, исследовать?» «Полезно иметь резервный выход из хрона. Мало ли как повернется коварная судьба. Еще можно сделать тут дополнительную нычку. Получится такой схрон в схроне. Только вот нахрена?» «Здесь же сыро. Что тут можно хранить?» «Ладно, придумаем. Мысль определенно здравая». Сделав еще один шаг, остановился. Обернулся назад. Луч фонаря оттонул во влажной тьме. Уже не видать ни трубы, ни лесенки наверх. А если батарейки сядут? Нет. Надо получше подготовиться к этой вылазке. Бурлящий поток погасил и тут же унес окурок. Я повернул обратно. В следующий раз возьму запас батареек, перекус, веревку и бумагу с карандашом, чтобы рисовать карту. Настоящий выживальщик не станет необдуманно рисковать. А я самый что ни на есть настоящий. Выбравшись наверх, снял грязную одежду и закинул стиральную машину. Каких, блин, трудов стоило притораканить ее сюда. После той ходки три дня ломило спину. Зато именно тогда я понял, что нет ничего невозможного. Чтобы выжить в БП, нужно уметь полагаться только на себя. Люди в городах забыли этот простой закон выживания. И теперь они все мертвы. Остались только такие, как я. Интересно. Много выживальщиков сейчас отмечают второй день рождения в своих бункерах. Опять мелькнула мысль о Ваване. Замахнув очередную порцию горячительного, все же решил выйти наружу и разведать обстановку. К десантнику, конечно, не пойду, уже поздно и темно. Но утром обязательно. Надел костюм химзащиты, противогаз и приготовил дозиметр. Взялся за ручку двери. Что там творится сейчас? Какой уровень радиации? Я так и не успел поставить наружный датчик. Вперед, Саня! Как ты будешь ходить в рейды и добывать ништяки, если сышь высунуть нос из своей норы? В натуре, че это я? Глубоко вздохнув, я щелкнул замком и распахнул дверь. Первым делом высунул наружу дозиметр. Тот застрекотал, словно живой. Ммм, фон в норме, совсем малость повышен. Облегченно выдохнув, я снял противогаз, подставляя порывистому ветру волевое мужественное лицо. Прикурил сигарету и шагнул за порог. Что ж, все не так страшно. Где-то за горизонтом, словно дыхание дракона, полыхает огненное зарево. Конечно, я не предполагал, что так близко упадут боеголовки. Километров 60-80, судя по времени между вспышкой и звуковой волной. Что там? Военная база или пусковые шахты МБР? Я не знаю. В том месте небо заволокло тьмой, сверкают молнии. Я прикинул снос ветра по облакам. Ништяк. Основное радиоактивное говно снесет в Европу. В соседнюю финку, скорее всего. На поляну упало несколько сломанных веток. Вот и все последствия шквала. И все-таки мой выбор оказался верен. Я остался жив благодаря верному выбору места, а не крепким стенам схрона. Чем дальше, чем меньше населенки, тем лучше. К тому же преобладающее направление ветров дает надежду на минимальное заражение окрестных лесов и озер. Затушив окурок, убрал в коробочку. Нужно держать ухо востро. Вероятно, скоро в лесах лынут беженцы и, скорее всего, банды мародеров в поисках еды. Поэтому я и продумал такой режим маскировки. Любую избу довольно просто найти, но сложно оборонять. А мимо схрона будешь ходить целый день и даже не заметишь. Зимой, да. Зимой будет сложно скрыть следы обитания. Но я надеюсь, с приходом морозов, большая часть плохих людей склеит ласты от естественных, так сказать, причин. На завтра план таков. Если не повысится радиация, наведаться к Вовану, обсудить обстановку и подумать о контроле окрестностей. И так уж и быть. Поделюсь комплектом противорадиационной защиты и кое-какими лекарствами. Я вернулся в укрытие, закрыл на все замки массивную дверь. Ну все, можно и расслабиться. Сыграну, пожалуй, Fallout, да уговорю остатки Водовки. В игре выжившие обитают в огромных подземных убежищах. Я слыхал, у нас тоже существуют такие, но не для простых смертных. Чисто для военных и важных шишек из правительства. Мой схрон, конечно, поскромнее. И если бы строил с нуля, не управился бы и за год. Наткнулся на эти заросшие бетонные укрепления, когда гулял по лесам в поисках подходящего места. Судя по всему, дот с бункером времен Великой Отечественной. Внутри только истлевший мусор. Даже непонятно, наше укрепление или фашистов. Все ценное давным-давно вывезено. Ништяк. Тут же отметил точку на карте, как наиболее подходящее место. Прибраться немного, сделать ремонт, оборудовать для жизни. Все это можно сделать за месяц-другой. Тогда я еще не знал, что прогноз слишком оптимистичен. Целых полгода трудился как проклятый, и то успел далеко не все, что задумывал. Основная проблема в тяжелой заброске. Чтобы завозить оборудование и стройматериалы, даже купил поддержанную газель. Но от дороги таскал все на себе, на своем горбу. Сколько тысяч ходок? Не сосчитать. Я носил мешки с цементом, доски, кафельную плитку и клей, краску и грунтовку. После первичной отделки начались рейсы с прочим оборудованием. Трубы, сантехника, кабели, электропроводка, аккумуляторы. Ритек только затаскивал с помощью рабочих. Затем по частям занес мебель и бытовую технику. Заколебался тащить проклятую ванну. Остальное уже ерунда. Также провел земляные работы. Закидал грунтом торчащие бетонные стены. Крыша в принципе и так была заросшей кривой северной порослью. Свежую землю старательно укрыл дерном и посадил несколько кустов, надежно скрыв убежище от посторонних глаз. Из меня бы вышел неплохой ландшафтный дизайнер. А газельку после строительной эпопеи я продал, даже наварив немного деньжат. В общем, первый день апокалипсиса прошел успешно. С утра я поел гречневой каши с тушенкой под сериал «Ходячие мертвецы». Помыл посуду. Собрав гостиниц для Вованна, двинулся в путь. Улица встретила плотным ветром, небо затянуто тяжелыми тучами. Заметно похолодало. Шел медленно, постоянно проверяя фон, прислушивался к подозрительным звукам. Возле землянки остановился, помня отбитый характер ВДВшника. Еще пристрелит, блин, не глядя. Все же БП наступил. Кто знает, что творится в контуженной башне. Может, вообще переклинило. «Вован!» Позвал я. Тишина была ответом. Куда он делся? Охотится или откладывает личину? Уже не таясь, подошел ближе. «Вовчик, ты тут?» Мои чуткие уши уловили какое-то рычание. А когда заглянул в землянку, ноздри резанул мощнейший перегар. Спит, блин. ВДВшник растянулся прямо на полу среди пустых бутылок и окурков. Чудовищный храп терзал мой утонченный слух. Я приблизился и слегка пнул бухое тело. Ох, зря. Выпучив зенки, Вован подпрыгнул и замахал неизвестно откуда взявшимся кинжалом. Еле успел отскочить. «Вован, это я!» «Берега прикрой, Чехиска справа заходит!» «Это Саня, успокойся, Вован!» «Э? Чё ёпта? Чё за херня?» Он уставился непонимающим взором красных с прожилками глаз. «Сыка, башка ща лопнет. Есть пиво?» «Нет. Хуёво!» Молниеносным движением десантник по рукоять вогнал клинок в стену и, шатаясь, направился к выходу. «Вован, надо обсудить большой пиздец!» «Моей башке ща пиздец придёт!» Он вылез на улицу и начал отливать. «Сейчас, Санёк, подлечусь сперва, а после погутарим на...» Мы прошли к потухшему костровищу. Везде валяются объедки, мусор, битая стеклотара. Да, нехило Вовчик отметил день ВДВ после моего ухода. Он скрыл бутылку и надолго присосался. Потом, пошарив в углях, отыскал обгоревший кусок мяса и принялся яростно рвать зубами. «Давай, Сань, накатим!» Побулькал полупустой тарый десант. «Не, Вован, я пас. Ситуация серьёзная!» «Фу, сука!» «Чё, Шкирова-то так?» «Дай прикурить, а то я спички просрал где-то!» Я поднёс огонь турбозажигалки к прыгающей сигарете. «Блин, да он совсем не алё!» Плюхнувшись прожжённое в нескольких местах кресло, я пристроил Сайгу на колени. На всякий случай. Вован курил, глотал водяру и шумно чавкал. Я терпеливо ждал. «Заебок!» Промычал, наконец, Вован. Пустая бутылка улетела в кусты. Раздался звон. «Саня, уль ты вчера свалил так рано! Нормали ж сидели, еб...» Я покачал головой. «Вован, послушай! Ты вообще в курсе, что вчера случилось?» «Чё, опять отхуярил кого-то?» Он принялся рассматривать свои кулаки кувалды. «Да не...» «Жаль, сэк, я б кого-нибудь отмудохал сейчас!» Хохотнул Вован, скрывая очередную бутыль. «Вован, третья мировая началась!» Воскликнул я. «Да ну на!» Я видел ядерные взрывы в той стороне. «Охереть, мля!» «Ты вообще ничего не заметил вчера?» «Мля, не ори, капец по мозгам бьёт!» Сморщил рожу ВДВшник. «Какие назрывы?» «Ядерные!» «И хуй ты от меня хочешь?» «Принёс вот тебе защитный костюм, противогаз, медикаменты на случай заражения местности». «А ты как же?» «Да у меня есть ещё, в схроне». Вован закрыл лицо ладонями и застыл. Я тоже молчу. Понимаю, у друга на шок. Не надо было так сразу вываливать информацию о конце света. Он хоть и похмелился, но всё равно с шифером проблемы. Большие проблемы. «Так это чё получается?» Медленно произнёс ВДВшник, подняв голову. «Вован, значит, вертись тут, как знаешь. А Санёк будет в бомбоубежище срак угреть, да тушёнку жрать от пуза». Он со злостью пихнул свёрток, который я принёс. «Да чё с тобой, Вован? Всё ж нормально было. Нам надо договориться о контроле над территорией. Мы же друзья». «Куль ты тогда не пригласишь друга, а?» «Я же говорил, первое правило выживальщика никому. Да в рот я ебал эти правила!» Взревел Вован, скакивая. «Веди, сука, свой схрон!» «Дружище, иди лучше проспись». Я тоже поднялся. «Чё ты сказал, еб ты?» «Вован, стой!» Дула Саги направилась в широкую грудь десантуры. «Иди сюда, на!» Двухметровая машина убийства двинулась на меня. Я нажал на спуск. Заряд картечи пролетел над головой десантника, проделывая здоровую брешь кустарники. Тот шаракнулся к земле. Хотел, видать, прыгнуть на меня, но координация сбитая алко подвела. Вован с воплем растянулся в костровище, вздымая облако пепла и пачкая тельняшку. Я развернулся и побежал со всех ног, перепрыгивая через пни и поваленные деревья, уворачиваясь от сучьев и веток. «Стаять, бляха!» Неслось след. «Капец, где она!» Почему не пристрелил Вована, как бешеную псину? А за что? Ну, перепил человек, с кем не бывает. Все-таки удары войны не проходят бесследно. В сантиметрах от меня протопали мощные десантные боты. Я лежу под корневищем сваленного дерева, накинув маскалат. Вот он в прицеле, мечется туда-сюда, засранец. Легкое движение пальца и нет проблемы. «Ты где, сучара?» Орал бухой десантник, потеряв мой след. «На льду, мляханате!» «Хрен ты меня найдешь, дружище!» Я начал потихоньку отползать. Когда вопли Вована перестали доноситься, поднялся и побежал к себе. Не напрямую, конечно. «Схрон отлично замаскирован, но лучше запутать следы. Возможно, еще буду жалеть о своем решении». Сто пудов доставит хлопот лихой ВДВшник. Хотя трезвый он относительно вменяем. Хорошо бы перевоспитать как того хулигана в приключениях Шурика. Поймать в какую-нибудь ловушку и отлупить ремнем по жопе. Может, поумнеет? Да не, бредовый план. Пусть лучше проспится, тогда и поговорим. Нескоро это произойдет, судя по количеству еще нераспечатанных пузырей. Как минимум через неделю. Иду зорко поглядывая по сторонам. Подстрелить бы зверя, но лес будто вымер. Только еле шумят на ветру, даже комаров нет. Впрочем, ладно. Вован еще услышит выстрел, притащится. Лучше посижу в схроне. Чем бы сегодня заняться? Можно, в принципе, пожарить блинов. Со сгухой будет просто огонь. Точно. И залягу в постель, врублю сериал, а лучше достану книжку, чтобы отвлечь разум от варящихся кругом больших и малых пиздецов. Но вот уже и схрон. Так хочется стянуть пропотевшие носки, помыться, вытянуть уставшие ноги. Ну и, конечно, пожрать. Вдруг мое сознание отметило движение среди деревьев справа. Сайга тотчас оказалась в руках. Вот она, дичь. Но как я не пялился, никого не увидел. Че за хрень? Прошел в ту сторону немного. Или показалось? Но чуть ее твердит, что я не ошибся. Что-то прошуршало сзади. Мгновенно развернулся, держа оружие на изготовку. И вновь никого. Теперь шорох раздался с другой стороны. Что за животное может так умело скрываться? Ни волк и ни медведь точно. Блин, да это же Вован. Но как он выследил меня? Я крутился во все стороны. Вот, гад, поиграть со мной решил. Вроде за теми кустами кто-то стоит. Шарахнул выстрел. Отдача привычно толкнула плечо. Я перекатился и послал еще пару заряда в подозрительное место. Не хочется его убивать, но и в схрон попасть не должен. Вован? Нет ответа. Поменяв магазин на полный, ринулся через кусты. Блин, никого. Тут хрустнула ветка где-то сверху. Я развернулся и послал пулю на звук. Что-то крупное перепрыгнуло на соседнюю елку, стрельнул туда. Вован, перестань! Давай разойдемся мирно! Короткий смешок. Но уже справа. Машинально крутанулся и выстрелил. И опять серая тень мелькнула между стволов. Холодный озноб побежал по спине. Не похоже на Вована. Десантник бы бросился на меня, как разъяренный бык. Что бы это ни было, оно не уходит. И не боится выстрелов. В голову полезла всякая чертовщина. А вдруг это леший? Нет. Я скорее поверю в оживших мертвецов, чем в дурацкие сказки. Внезапно холодный металл уперся в затылок. Я застыл в любую секунду, ожидая выстрел, который оторвет мою глупую башку. Черт! Как можно было так попасться? Кто это? Убийца? Грабитель? Главное не выдать схрон, если будут пытать. Вован, это ты, дружище? Руки вверх! Раздался скрипучий голос, совсем не похожий на вовановский бас. И ружьишк свое брось вон туда. Я подчинился. Не геройствовать же, когда на тебя направлен ствол непонятного калибра. Я мирный человек, турист. Можно повернуться? Спросил я. Отчего это нельзя? Можно? Давление на затылке исчезло. И тут же прилетел мощнейший удар в правое ухо. В глазах вспыхнули искры, но сознание не угасло. Прикладом огрел гад. Выдрав пласт мха, я растянулся на земле и замотал головой. Когда зрение сфокусировалось, не смог поверить глазам. Меня, подготовленного выживальщика, уделал какой-то дедок? В грязном полушубке времен батьки Махно, с нечесанной седой бородищей и дымящейся самокруткой в пожелтевших зубах, он и впрямь смахивает на лешего. Вот только в отличие от былиного существа, старикан вооружен самой настоящей трехлинейкой. И хотя я ее видел на картинках в интернете, я сразу узнал легендарную Мосинку. Подшо ж озорничаешь, хлопец? Все так же, держа на прицеле, чертов дед подхватил земли мою сайгу и повесил на плечо. Извини, отец, не со зла. Я прижал ладонь горящему уху. Ты следил за мной? — Шо ж поделать, коль работа такая лесничая, а тебя как звать-то? — Александр. — Ну а меня Егорыча величают. Погладил бороду старче. — Очень, блин, приятно. — простонал я. — Ты, Санек, на дедушку-то не серчай. Он, наконец, опустил винтовку. — Не люблю, когда в лесу в моем шалят. Раньше ж ты порядочно себя вел. Я с трудом приподнялся и сел, облокотившись на дерево, переваривая неприятную информацию. — Давно за мной следишь? — Так почитай. Дед принялся загибать узловатые пальцы. — Месяцов пять уж поди. Хорошо немчурский бункер обжил. Молодец. Мы его целую осень в сорок втором взять не могли. А вон там наша батарея стояла. Сам-то я в разведке служил. Край хорошо знаю. Родной мне этот лес. — А почему не остановил меня? Не доложил властям? — Да шо мне власти? — удивился дед. — Тут-то моя власть. — Вижу ж я порядочный ты, парень. Не озорничаешь, браконьерством не балуешься, костров не палишь почем зря, мусор не раскидываешь. Шо, думаю, мешать человеку? Пусть шай обустраивается, коль надежда есть. Я строил убежище на случай ядерной войны. — Хитрый какой! — усмехнулся лесник. — Только она уже, почитай, настала. — Да знаю. — Ну, раз знающий такой да расторопный, то будем вместе приглядывать за лесом, чтоб вражена какая сюдой нос не сувала. Договорились, а? Лихорадочные мысли в голове. Дед все знает про схрон. Я обезоружил меня, как младенца. Но вроде настроен дружелюбно. Смысла нет отказываться от предложения и что-то скрывать. Наши цели совпадают. Почему бы и нет? — Договорились, — кивнул я. — На тады свою пуколку! Он вернул сайгу. — Да держи в следующий раз покрепче. — Спасибо. — Ну, смотри у меня, — погрозил пальцем. — Будешь озорничать, накажет дед. — Постараюсь. — Слушай, Егорыч, может, тогда за знакомство? Я решил проявить гостеприимство из уважения к ветерану Вов. — Не, это можно. — Он хитро улыбнулся. — Вот с этого и надобно было начинать разговор вести, а не шмалять по кустам почем зря. — А то карга моя опять самогон припрятала. — Ну, добро пожаловать тогда. Я встал, отряхнул штаны. А когда распрямился, чудного деда и след простыл. Как ниндзя прямо. Хотя свалил, ну и ладно. Побережем хоть сегодня печень. Но когда подошел к схрону, ухмыляющийся Егорыч уже поджидал возле входа, поигрывая моей гранатой F1. — Что делать, когда не знаешь обстановку? Что вообще творится в мире? Шарахнули наши в ответку. За две недели с момента начала так и не поймал по радио ничего. Абсолютно. Пару раз видел военные самолеты. Вроде бы натовские, судя по силуэту. Эх, мне бы иглу. Не люблю вопросы без ответов, поэтому отправился в боевую вылазку. В этот раз готовлюсь основательно. Хочу прогуляться к ближайшему населенному пункту. Эта деревня в 20 километрах отсюда. Надел теплый костюм камуфляжного цвета, шапочку с прорезями для глаз. Во все кармашки отделения разгрузки напихал магазины, гранаты, батончики сникерс для перекусов и пару сурового вида ножей. Может, опробую их в деле. Ножи — оружие мастеров. Как сказали в одном фильме. Как раз смотрел накануне. Лицо обмотал шарфом. Вроде месяц август на улице, а погода совсем распоясалась. Около нуля за бортом. Неужели наступает ядерная зима? Креново, если так. Значит, самая жесть еще впереди. Подхватил сайгу и, как завершающий штрих, зарядил и повесил на пояс револьвер. Теперь-то его можно таскать, не опасаясь властей. Ледяной ветер обжег мое сосредоточенное лицо, заставив поплотнее натянуть шарф. Решительно выйдя короткими перебежками, двинулся вперед, оценивая сквозь прицел карабина окружающую обстановку. Двигаясь по расширяющейся спирали вокруг схрона, я щедро наставил растяжек на случай неожиданных гостей. В первую очередь против Вавана. Три дня назад ходил на охоту, Егорыч подсказал место, где можно встретить оленей. Просидев часа три в кустах возле речки, уже собирался вернуться в схрон. Сварить глинтвейн и почитать книжку, но вдруг услышал фырканье. Я припал к прицелу. Охренеть! Метрах в двадцати на берег вышел упитанный северный олень с красивыми рожками. Он стоял и подозрительно нюхал холодный сырой воздух. Хорошо, я догадался не курить. Но сделать выстрел не успел. Сухая очередь. Зверь свалился замертво, окрашивая воду в красный цвет. Я лежал, не дыша. Кто бы это ни был, меня не должны обнаружить. Сейчас поглядим, что за урод перебил мою добычу. Блин, ну кто бы мог подумать. И задеревив развалочку, вышел в ован сока наперевес. Десантник походил на неандертальца. На плечах плаща шкур, из-под которого выглядывает слегка драная тельняшка. Зорко оглядевшись, он отхлебнул из бутылки и занюхал шкурой. Когда у него закончится водяра? Затем, стрельнув контрольный в рогатую башку, вытащил здоровенный нож и принялся с кряхтением и матерками разделывать тушу. Со всеми предосторожностями я вернулся в схрон. Покончив с минированием, двинулся к дороге, хоть это и чертовски опасно. Где-то там, неподалеку, обитает в ован. Стараюсь двигаться бесшумно, как Егорыч. Но с лесным стариком, конечно, не сравнить. Тогда, в день нашей встречи, славно посидели, несмотря на истоптанный грязными колошами ковер. Я достал коньяк, но старик почему-то отказался. Тоже не стал тратить запасы. Он рассказал, как зарезал ночь у фрицев в этом самом бункере 75 лет назад. Даже показал, где. Не знаю, шутил или нет, но на мой крепкий сон это не повлияет. Попили чаю. Старче угостился конфетами и сухарями. Я предупредил деда насчет Вавана, на что он махнул рукой и буркнул, что типа приглядит за буйным ВДВшником. У меня не было причину сомниться в его словах. Напоследок Егорыч отметил на карте свою избушку. Сказал, заглядывай, мол. Что ж, как-нибудь обязательно. А сейчас есть дела и поважнее. Перешел через сопку. За ней в распадке проходит дорога. Дальше двинулся по ней. Зверя, кстати, так и не встретил по пути ни одной особи. Скользя по мокрому склону, медленно спустился к обочине. Вскоре между деревьев замелькала грязная лента грунтовки. Грузовик. Шум мотора почти перекрывается ревом рамштайна из открытых окон. Я затаился. Шестьдесят шестой остановился недалеко. Неужели заметили, гады? Вроде нет. Из кузова выпрыгнули три бухих мужика в ментовских тулупах. Пошатываясь, принялись отливать. «А чё?» Весело спросил один. «Проверим груз, бля. Вдруг некачественный, а?» «Не гони, Федя. Это ж Сергею Сергеевичу подгон». Второй стряхнул последние капли и застегнул ширинку. «А чё? Кто ему доложит? Ты что ли?» Остальные переглянулись, но промолчали. Грозя автоматами, они заставили выбраться на дорогу толпу ревущих молодых девчонок. Из кабины, перебрасываясь шуточками и передавая друг другу бутылку водки, вышли ещё два тела. Приглядевшись внимательней, я заметил в кузове, установленный на станине корт 6П53 на установке 6У16. «А вот это интересненько!» Потихоньку пополз вперёд. За пулемётом молодой раздолбайс, красный от пьянства Харри, беспечно курит, изредка поглядывая на окружающие склоны. Девушек построили в шеренгу. «Танцуйте, шмары!» Заорал один из уродов, сдвинутый на затылок фуражке. «Да, и раздевайтесь, сучки!» Захохотал другой упитанный чертило с хомячьими глазками. «Девчонки, рыдая, принялись танцевать и скидывать шмотки. Я заметил, что некоторым нет ещё и восемнадцати, а ублюдки весело гогочут». «Над лесом гремит музыка». «Волна гнева в моём сердце пробила плотину природной осторожности. Всё внимание этих мразей поглощено забавой». «Я подкрался и выглянул из-за борта грузовика». «Офигительно!» «Пятеро козлов на линии огня и один на пулемёте». «Не снимая с плеча Сайгу, достал револьвер. Три раза глубоко вздохнул». «В этот момент одна из девчонок, рыженькая, задрала кофту, светанув годными сиськами». «Ништяк!» «Сделал шаг вперёд, револьвер задёргался в руках с садким грохотом, сея смерть. Ублюдков раскидало по грязной дороге». «Я резко обернулся к кузову, не обращая особого внимания на испуганный визг девок». «Чувак с обосравшимся лицом пытается развернуть пулемёт в мою сторону. От страха даже сигарета выпала из пасти». «Хищно улыбнувшись, послал ему свинца». «Гадёныш вывалился из кузова, заорал, дёргая ногами и держа руками разорванный живот. «Откуда?» «Кто такие?» «Куда ехали?» Я схватил пленника за волосы, заглядывая в глаза. «А-а-а-а-а-а!» Хрипит кровью и сука плюётся. «А-а-а-а-а-а!» «Отвечать, сука!» Силой треснуло его головой об землю. «Быстро!» «В райцентр! Ехали! Не убивай! Так Сергеич велел!» «Что за Сергеич?» «Майор! Заправляет сейчас там всем! Тебе трындец! Больно!» «Дева куда?» «Так Сергеич любит молодок! Подгон ему! Не бей! Вот мы по деревням шуруем!» «Ну ты че не понимаешь, бля? Ща время такое! Ну давай договоримся! Ты ж нормальный кент, ну ты че?» «Жить надо по совести!» Я встал и выстрелом в лоб отправил козла к праотцам. «Девчонки, помогите трупы с дороги убрать!» Весело воскликнул я. В крови еще бурлит адреналин схватки. Но они вместо слов и благодарных действий почему-то с воплями побежали прочь. «Да стойте же вы! Я хороший!» Погнался за телками. «Мне ж одному тяжело будет! Ну вы че? Я же вас спас!» Но они понеслись как от чумы, только каблуки мелькают до юбки. И уж когда я плюнул на это дело, и тяжело дыша остановился и начал перезаряжать револьвер, увидел. Одна девушка перестала нелепо гаситься и идет в мою сторону. Симпатичная. Тяжелые рыжие волосы до плеч, модный плащик по колено и сапоги на толстой платформе. О, да это ж та самая, что своими сиськами отвлекла мерзавцев. Почему-то подумалось, что звать ее Оля. «Тебя как звать?» – вопрос сорвался с моих губ сам собой. «Лена!» – она с опаской посмотрела на мой револьвер. «А меня, Саша! Вы че, убегали-то от меня?» «Ну, не знаю». Она задумчиво посмотрела вверх. «Наверное, страх так подействовал. Или шок. А потом я захотела вернуться. Ты ведь нас спас!» «Ясно, короче. Ну че, пошли уберем трупы этих тварей?» «Оки? А зачем их убирать?» «Как зачем? Я даже вздрогнул от ее тупости. Думаешь, враги обрадуются, когда обнаружат свой мертвый отряд? Нас же затравят в лесу всей шоблой!» Тела продажных ментов перетащили в кювет. Обшарив, предварительно забрал оружие. Мой скудный арсенал пополнился четырьмя калашами, двумя ПМ и одним глоком. Но пистолеты я решил выкинуть. Объем их магазинов не очень удовлетворял моим целям. Мертвяков закидали ветками и гравием с грязью. На всякий случай еще нарубил дерна и положил сверху. Лена во всем помогла. Ничего себе выдержка! Даже не проблевалась, хотя у меня подкатывал горлу предательский блеватин. Потом я залез в кузов. А вот это ништяк! Цинки с патроном-семеркой. Нашел большую сумку и засыпал туда от души патронов, чтобы хватило на долгие годы выживания. Затем, поднатужившись, снял с подставки корт. Я понимаю, что тащить будет очень тяжело, но такой подарок судьбы просто нельзя оставить. Обмотавшись пулеметными лентами, взвалил на свое плечо пулемет. Лене достались калаши, сайга и патроны. Машину мы, конечно же, облили бензином и подожгли. «Подождите, не бросайте нас!» Я медленно обернулся. Это вернулись девчонки. Глядят с надеждой, переминаясь с ноги на ногу. «Че вам?» Недовольно буркнул я. «Мы боимся, возьмите нас!» Вперед вышла упитанная черноволосая девка. Я смерил ее долгим взглядом. «Килограмм семьдесят, пожалуй, а зима будет длинная!» «Да не, тушенки хватит!» «Че, прямо здесь?» Я двусмысленно приподнял бровь. «Нет, с собой!» «Лена, дай им один ствол!» «Да не сойгу, блин!» «Идите в деревню и не пускайте больше левый сброд!» «Завтра проверю!» «Но как?» Она начала хватать ртом воздух, вертя в руках АК. «Все, пока!» Мы быстро пошли в сгущающемся мраке. «Мощные ноги легко несут меня к жилищу. Очень хочется пожрать и выпить пиво. А вот Лена ползет, как сонная муха. Она кряхтит, стонет и вся потеет. В такие моменты я останавливаюсь, ибо грови от ярости поджидая ее, отгоняя мысль об убийстве. Две упругие груди из-под кофты до сих пор висят перед внутренним взором. Они не дают покоя, но надо идти дальше. И дальше. Наконец, обойдя все растяжки, вышли к схрону. Волшебный вид, открывшийся с этого места, потряс. Лиловый диск солнца наполовину окунулся в горизонт, крася лесные просторы в бордовые цвета заката. «Это моя деляна!» Медленно обвел рукой простирающееся пространство. Лена согласно кивнула, бессильно скинув сумку с патронами. Я подошел и положил руки на плечи. Вздрогнула, но потом прижалась. Красивые глаза настороженно изучают меня. «Будешь жить со мной, схроник?» Она уткнулась в мой камуфляж и разрыдалась. Я понял. Это от счастья. С возвращением в реальность. Если вам понравилось наше путешествие Мир Схрона, то обязательно поставьте лайк, сделайте репост и напишите комментарий. Если же вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И, как всегда, до встречи в следующих мирах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok